Интеллектуальный забег – значимое событие в культурной жизни Десногорска. Он проводился впервые. Это новый формат продвижения книги и чтения. Заместитель главы Александр Новиков поздравил с профессиональным праздником сотрудников библиотеки и отметил значимость этой акции. Акция на самом деле очень интересная, актуальная. У нас сейчас с развитием интернета, телевидения, люди как-то все больше и больше уходят от книг. Хотя книга, наверное, самая важная в нашей жизни, потому что это ключ к развитию человека, к его развитию ума. Ну и, соответственно, воображение человека через книгу, оно по-другому формируется, чем через телевидение. Телевидение нам дает какие-то образы, интернет дает образы. Книга позволяет мышлению самому вот эти образы домысливать. Старт акции – центральная библиотека. Идея забега проста. Сотрудники библиотеки вместе с волонтерами проехали по улицам Десногорска и задали литературные вопросы жителям города. Правильно ответившим они подарили книги. Мы со всей семьей ездили по городу, раздавали всем детям книжки, загадывали загадки по литературному стене. Несколько книг уже раздали. Так интересно, неожиданно и приятно. Вышла просто с ребенком погулять, а тут сюрприз. Получили в подарок книги. Будем читать. Завершился праздник торжественным награждением волонтеров, которые получили памятные книги о нашем городе. А добровольцы, в свою очередь, довольны, что приняли участие. Люди адекватно воспринимают эту акцию, пытаются вспоминать Есенина, пытаются вспоминать Блока. Ничего у них не получается. Но я думаю, что через пару лет мы людей научим читать стихи на улице. По словам организаторов, этот забег позволит привлечь новых читателей в библиотеки и будет способствовать продвижению новых мероприятий в рамках программы «Территория культуры Росатома». Итоги акции подвела директор библиотеки Любовь Милосердова. В акции у нас приняло участие 25 волонтеров. Это велосипедисты, это пешеходы. Мы раздали около 130 книг художественной, научно-популярной литературы, посвященной Росатому и Смоленской атомной электростанции, также CD-диски и около 50 подарочных блокнотов.